запускаем в общем без всяких промедлений всем привет это стрим на канале николавар доктор люкуэдера с вами николавар доктор люкуэдер и мария бланк и сегодня в общем опять небольшая подборка праздничных игр я не знаю насколько из этого успею показать но сперва джек рэббит holiday hair 1995 в общем короче говоря это была такая серия платформеров про вот этого кролика по имени джаз джек рэббит и насколько я понимаю это что-то типа бакио хаэра только если тот воевал против жаб этот воюет по моему против черепах или что-то подобное вот но это типа такое дополнение к первой части но первую часть при этом не обязательно себе иметь чтобы играть вот так да я мало что понял за эту инструкцию ну да ладно ладно нью-гейм так не надо нью-гейм они плохие игры делают да ну ладно медиум сделаю ну и как бы тут видите вроде как выбор кучи эпизодов но на самом деле доступен только один на все остальные вам будут писать что типа вы должны отдельно так купить или кто-то типа того на самом деле по моему а может и откроется не знаю там было что-то написано про заказ кстати музыка как в одном доме сейчас играет еще и кстати скачал просто джек рэббит возможно все эти эпизоды есть там ну или по крайней мере первые три потому что опять же в википедии написано что первые три эпизода распространялись на дискетах оставшиеся три надо было докупать только я не совсем понял где может быть на каком-то очень древнем интернете блин ладно все пока неплохо да он достаточно вы так упрыгает оружие можно менять да вот так вот это candy land так ну ладно остальными кнопками наверно пока не буду особо рисковать а ну да это естественно цифры меняют оружие так что там еще да если долго стоять он типа обращается к камере как баксбани ой в принципе наверное да с клавиатурой стоит обращаться осторожнее но по идее я думаю ничего особо страшного мы тут не сделаем надеюсь не как в реалку закалки где знаете там если ткнуть куда то не туда можно было текстуры отключить ой а ну вот кнопка м отключает музыку понятно в принципе мы умеем бегать стрелять прыгать что еще нужно для счастья ну тут же типа такая рождественская тематика поэтому тут вот всякие конфеты снег да морковки собираем и воюем против трех пока что тем не менее на заставке была черепаха я так понял что это вроде как главный злодей посмотрим кстати высоко он прыгает весьма я так понимаю это в каком-то роде классика потому что довольно часто мне там попадались такие упоминания этой игры картинки дизне ой блин так 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 есть разобрались эти что-нибудь пишут в геймов ну кроме конфеты там больше не было ничего ну ладно конфеты это тоже хорошо вроде по этим штукам можно прыгать до так далее 4 4 вида оружия у нас есть да а и время уходит значит нам надо поспешить так ведь и надолго мы стоять на месте не должны купить так 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 ой блин задел нас этот нехороший дядечка а вот вот прыгал как я понял о так так нахренеть как он высоко прыгает конечно так так там я вроде видел выход там где то ой 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 у меня ай чёрт 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 плохо у меня мало осталось здоровья скоро может все карантин наступить все у меня сейф есть в принципе все я сдох ну ладно у меня еще две жизни надо аккуратней двигаться все же хоть конечно и спешить но в тоже время двигаться аккуратно не знаю пока но я полагаю должны быть хотя фига узнает в принципе в играх с сейвами часто continue не дают ну привет Андрей привет Андрей ауч а понятно это skype ладно вот это они кстати тоже зря такую функцию сделали что когда кого-то добавляешь skype сразу выводится на весь экран то есть можно было какое-нибудь маленькое оповещение сделать об этом и все а то как то ну само оповещение ну это кстати так и было что просто вот ну вот этот значок оранжевый и единичка и все да прикол в том что они в принципе хотят сделать все на весь экран потому что чат если ты хочешь посмотреть он сбоку и ты его можешь только посмотреть нажав на кнопку мне кажется чат сбоку это как то не очень и если говоришь по вебке то изображение какое то мелкое ну да но они мне кажется под рекламу хотят место освободить потому что реклама вообще встала ну да реклама важнее чем ваши там понимаешь а смысл если я не хочу звонить ни в какие там страны вот реально мне просто нужен skype для ну связи там да они вообще не понимают и совести у них нету если мне нужно просто вот для связи там не знаю не ну в чем еще прикол можно же просто по skype как бы куда хочешь звонить а чтобы именно на номера телефонов ну по моему редко кто так делает ну да то есть всякие пранкеры да блин че ж я так попадаюсь все время ой 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 Андрей пишет что мышка на экране ааа да убрал да блин так че то плохо плохо идет ну в смысле плохо получается надо как то аккуратней действовать а во морковку съел вроде жизнь восстановилась чуть чуть че хорошо эта игра не тупит да бух о клево так ну по идее тут че босс должен быть или к чему тут эта морда нарисована видимо нет так тут тупик так попробуем ой 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 о Только вот не совсем понятно как. Так, а ну-ка. Ладно. Блин, в каком-то тупике я оказался. Не, возможно, тут реально есть где-то босс, но что-то надо было еще сделать. Может быть. Так, ну как мне хотя бы вернуться теперь-то, блин? Туда, откуда я пришел. Так, единичка. Так, я вроде слышу что-то. А, вот, да. Это был выход с уровня, надо было в него выстрелить. Оказывается, все довольно-таки просто. Так, это уже уровень 2, как я понимаю. Так, шоу? Блин, он всегда так кричит, когда в него попадают жутко. Ну да, там же написано, вот, мир 0-1, там уровень 2, короче, 1-2. Прикольно. Кстати, говорят, вот это, пока что враги какие-то просто крысы, которые танцуют. То есть... Нет бы это были какие-нибудь крысы с бластерами, там. Что-нибудь угрожающее. Ну, праздничная игра, зачем напрягать? А, ну да. Не, ну у нашего-то, вон, смотри, оружие, огнестрел. Ну, ты хочешь по ним просто прыгать или чё? Да нет, я к тому, что им тоже могли бы что-нибудь такое дать. Ты чё, это они меня просто чуть-чуть задевают. Ну ладно, не важно, на самом деле. Я просто сказал. В принципе, можно было бы прикольнее сделать, но и так норм. Так. Так, а морковок больше не будет. А, ну вот я. А. Так. Так, я один, короче говоря, прострелил. Одну табличку, но уровень не закончился. Наверное, надо ещё найти. Ой, блин, опять я сдох. Что ж ты будешь делать? О, это чекпоинт окажет. Да, блин. Да, замечательно. Очень люблю, когда на чекпоинтах задевают. Да, блин. Так. Так. О, так ещё вот так можно делать, ух ты. Ну тогда просто идём вперёд и стреляем, чёрт. А, чёрт. Рэпид файр! Рэпид файр! !! Критная задача ПОДПИШИСЬ!!! Не, 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 больше, не, не, чем, а Как быди иди сюда Я, кстати, читал, что, типа, в Mortal Kombat Хоть и еще можно иногда на одном из уровней увидеть пролетающие сани Санта на фоне Луны, хотя может это и миф Это в какой? По-моему в ультимейте, втором или третьем или как там Короче я помню что ультимейт был просто, который на DS, просто ультимейт Mortal Kombat И был только третий на SEGA А, ну по-моему в третьем, да Так, птичка и... Прикольно было, было бы если бы был второй там ультимейт и все думали Ну да, ну как блин, как он... Ну подождите, но нет же этого кролика на Дензе, там Беккио Хейра, это Джек Рэббит Да, это другой космический заяц, спасающий галактику, не надо их путать Да Несмотря на то, что они оба зеленые и оба зайцы, оба спасают галактику Получайте, уроды Так Ну тут больше космический на самом деле Угу Это такое, просто Ну да Получается все-таки тут какие-то континью или что-то такое есть Ну вроде да Так, пока что везет Да, Рэпид Файр Да, Рэпид Файр Понятно, лечимся морковками Логично Да Ай Ох уж эти укуреные крысы Ладно, подождем немного Так, он опять отойдет Да елки шпалки что ж такое, а Ладно, если я немного перепрыгну Ладно Ну насчет гибра не знаю, может там он и был Хотя мне пока не попадался Я вроде много ромов качал так понятно это чекпоинт где галочка нарисована это чекпоинт а где изображена черепаха это конец уровня примерно как в тонике получается то что мы короче говоря подбегаем к табличке где изображен главный злодей менять изображение на главного героя это написано и пик мега га эпичный шоколад я понял видимо так а Ну давай, допрыгивай. Так, ладно, аккуратно здесь. Есть. О, кстати, тут написано, вот, ну может ты видел, Коль, что у меня там в стиме есть игрушка казуальная, Токи Тори, на касты и на геймбой было. Угу, на обычный геймбой. Кауэр. Угу. Интересно. Надо будет глянуть. Ну, чё там интересно. Это просто птичка, короче. Ну, я, у меня своя история, как бы, да? Типа, что вот, она же спасает яйца, там собрать яйца надо, там всякие там бегают ежики, там всякая фигня, которая может ранить. Ну, мне кажется, что это цыпленок, который собирает своих собрать младших. Может быть. Так, где-то у меня были гранаты, на какую кнопку? Ээээ, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, походу я их потерял. Мне, в принципе, нравится такая игра, потому что я играл в фанатскую такую вот похожую игру про Марио, только там он какие-то штуки двигает. Ну, у меня, кстати, на губа, который тоже есть, там, вот этот вот. Ну, у него там, вид, тоже другой, на самом деле. Вот тут вот, как бы, вот, изначальный вот его вид такой, да, прикольный. Вот он мне больше нравится Более харизматичный, на мой взгляд А на ГБа он как выглядит? Молодец Ну... Как тебе объяснить? Ну... Не знаю... Ну тут более колоритный, что ли Хорошо Так, опять Эх... Ну сейчас увидим, есть контейлинг О! А... А... Я не очень понял прикол По-моему у меня был 0 жизней и опять один Хотя и не перезагружался вовсе В этот раз Странно это Может собрал какое-то количество очков А, ну может быть, да Кажется, эти штуки можно только ракетами пробить. Ой. Да. Сильно спешить в этой игре явно не стоит. Да и не просто сильно спешить, а просто бежать. Хотя с другой стороны нас подгоняет счетчик времени внизу. Правда, там штука получается 7 минут до того, как что-то нехорошее произойдет. Да и везде эти пряничные человечки, о. Этот грустный, ему кто-то откусил часть головы. Жесть. А это не ты был? Да нет, наверное. Ты не любишь пряники или любишь? Ну, не знаю, наверное, немного другие просто. Ой, я пробовала как-то имбирные, вот именно вот как вот эти человечки. И фу, мне вообще не понравилось. Не знаю, почему. Сам имбирь какой пух. Своеобразный. Понятно. Просто имбирь, он такой странный, знаешь, вот он и сладкий, и жгучий. Это, блин, не связано вообще. Ясно. Что? Я насчет последнего... Где там, где там, сейчас посмотрим. Я не поняла, что? Я дожидаюсь ответа. Что именно наши? Что именно наши? Надеюсь, я в правильном направлении иду. Так. Ау-у. Антодор. Да ладно, это такой большой пряник, и мне кажется, что его всем хватит. Ну да. О, все. Еще один уровень пройден. А ты будешь потом в ледниковый период 3 вот такие вот игрушки какие-нибудь? Наверное, буду, да. Посмотрим, его еще скачать надо. Так. Теперь мы на каком-то лего уровне. Я думаю, пиксельдевил бы одобрил. Вот, очень это лего. Смотри, тут и конструктор такой, и человечки такие. Прикольно. Мне, на самом деле, тоже очень лего нравится. Ну, не те просто, да, которые, ну, там, подделки или еще что-то, а вот, как бы, настоящие. Ну, у меня сейчас нету средств, мягко говоря, на это. Походу, я мог там вот... Раньше были два друга, но они, правда, совсем сейчас лего не увлекаются. Я думаю, они даже его продали. Они раньше собирали лего, ну, то есть, выносили во двор. Можно было спокойно что-то собрать, там, каких только частей не было. Там и Сити, и Бионикла, вот они по Биониклам очень вообще увлекались там. И всякие, как они там называются-то... А, ну, Стар Ворс тоже были ранее. А че, а лего не конструктор, нет? Ну, есть лего-фигурки отдельно продаются. Есть лего-предметы, есть наборы лего, есть чисто лего-конструкторы. Не, ну, у меня, правда, просто такие вот кубики были в детстве, в раннем, но... Если на них наступать... Да... Ну, вот именно на больших, как дуплы вот эти. Веселая кукла Сали, конечно, напрягает своими этими фигнями, которыми она бросается, бедного кролика. Что именно? Чуть разные вещи, блин. Тут же не написано, какой марки этот конструктор. Ну, ладно, это история игрушек. Не, а почему лего-то не конструктор? Там такие фиговины, их скрепляешь друг с другом, у тебя че-нибудь получается. Это там здание, транспорт и все такое прочее. Ну, опять же, да, это как лего-сити. Вот именно здание. У меня до сих пор, кстати, есть кассеты с мультиками, где там как раз реклама. Вот я, может, даже, не знаю, каким-то образом или посмотрю, или даже сниму, я не знаю, короче, оцифрую, да, как бы. Там и биониклы реклама, вот именно старых, там всякие лего-кораблики, там приключения, потом там реклама фильмов про биониклов, там только, чего только нет. Самолётики научились стрелять. Жесть. В принципе, это интересно, на самом деле. Сейчас это, ну так, цены, блин, понабивали, что вообще. Ну, нифига себе, разлетались тут. Мне еще нравится в магазинах лего, вот сейчас продают, ну, может, и раньше, такие брелки большие, и они в виде каких-то лего-фигурок определенных, там, по лего-мувис и не по лего-мувис, да, как бы. Такие служебные фигурки, там, всякие. Но это брелки, то есть это не фигурки, это вот стилизация такая. Ну, понятно. Ну, прикольно, хотелось бы, на самом деле, что-то такое. Но даже не знаю, сколько стоит. Там что-то ценники сейчас бы убирали из многих магазинов. Все как в интернет-магазинах. Ну, то есть берут, да, там, пробивают, и в интернете смотрят реально цены. То есть сейчас нету уже почти ценников. Дурацкие самолётики, блин. Это кому столько надо? Это, наверное, специально для племянников Дональда делают. Они же любят кучу одинаковых игрушек. Блин. Опять я сдох. Да, тяжело воевать, когда у тебя только авторучка. Кто-то и сказал, что это, типа, лучшее оружие. Да елки. Этот человек мне даже не может про лего ответ человеку написать. Не, ну, ну что с ней не так? Кто, что? А, Алиса. Ладно, я просто поставлю в игнор, короче. Ладно. Ой, да уж, это, блин, мне, Алиса. Да сколько ж можно, блин? Здорово. Вовремя он вспомнил, что умеет стрелять. Так. Надо распрыгаться как следует. Не, не получается. Да, блин. Вот откуда он... Сейчас я опять сдохну. Замечательно. Почему он не умеет стрелять вверх? Неужели это так трудно реализовать? Ну, может, не в этой части. Да, наверное. Знаешь, что еще хуже? Это когда реализуют стрельбу вверх, а она еще и зависает. Ее надо отдельными кнопками двигать. Да. Кстати, тут такие же прикольные платформы, как в Винни-Пухе были. То есть, на движущейся платформе ты не можешь просто стоять. Ты должен бежать вместе с ней. Иначе рухнешь нафиг. Ничего себе. Ну, блин, ну это ж нелогично. Ну, я согласен, что это нелогично. Что за вред? Так, где там мои бомбы были? Ну, не знаю. салфин на в киеве но хотя бы выглядит это забавное опять же да и опять же я тут снова и снова могу на одном и том же месте выбирать дополнительную жизнь поэтому как бы димуэр мне не грозит все равно это напрягающее место блин так 1 2 где там там наверно надо ближе к краю как-то прыгнуть на следующую платформу разве не вот так вот все блин да хватит уже айкать мочи их всех беспощадно мочи да блин даже тут я этого урода не достаю даже таким оружием почему же не так несправедливо да надоел кролика или кого ну да кролик джаз в художественном фильме день так а смотри есть континью да процент и н и в в но в в в в в в в Так, погоди, это я сохранился в самом начале, или это где бы я не сохранялся, меня всё равно выкинет с начала уровня? Если второй, то я так не играю. Может, ты что-то не нажал? Не знаю. Тем более, там чек-поинт был. Господи, ты им так голову отрываешь, мне же страшно. Не знаю. А ты своим игрушкам тоже голову отрываешь? Нет. Ладно. Своим нет. Ну только если таким, как вот эта кукла. Да. Эти ребята явно напрашиваются на взбучку. Не, ну которые стоят, жалко. Не, ну она сама, короче, кинула в них бомбу. Вот, блин, вообще. Так, сейчас я посмотрю. Нормально. Так. Делать. Сейф. Сейф. Лот. В. Дос. Боксе. Что в Досбоксе? Сейф лот, как делать? А. Так. Не, ну ты же сохраняешься в игре и загружаешься. Или ты нажал лот, а оно тебя как-то не так... Ну да, оно у меня, по-моему, должно было в другой момент. Не знаю, что так. Так. Альтентораконный режим. Привет, Вик Тринекс. Опять, понятно. В принципе, довольно легкая комбинация. Опять это лот в самой игре, замечательно. Умрите, паразиты, все до единого. О, морковки, морковки. Блин, вот у тебя... Сохранение. Х-х-х, у-у-у, а потом что будет? А ты догадайся. З. Да, вообще да, это ведь Y. Так, сейчас попробую сохраниться. И посмотрим, оно меня загрузит в этом же месте или нет. Или, блин, в начале уровня только. Но это тогда издевательство, потому что... Ну тогда это нифига не загрузка и сохранение, а какая-то хрень. Ну... Смысл. Потому что, да, если я только в начале уровня, может, то как бы... Так, опять же, сохранимся тут. Возможно, стало изи выбрать. Так. Блин, как... Как так близко-то задевает? Да. Ну вот... Вот почему это, а? Влечет. Так, ладно. Сейв, сейв, сейв. А че сейв, а лот? Будет вообще, нет? Будет, я думаю. Не, ну просто, если сама игра, то она же континью выдает, а не лот. Угу. Так. Короче, аль... Ф5 не очень здесь помогает. Я тебе больше скажу. У меня вообще не так работают клавиши, вот эти вот, Ф с цифрами. Потому что у меня, короче, Ф12, да, которая должна якобы делать принт-скрин в этом, в Стиме. Она у меня вообще автономный режим. А Ф5 это вообще ничто, там пустая клавиша. Да. Опять же, Ф9 это у меня какая-то перемотка. Из-за этого слишком много сложностей. Ну, тем не менее, отдельные клавиши у меня тоже нет. А к тебе там вопрос, я не знаю, это уместно зачитывать? Сейчас, погоди. Как-то не очень, не знаю. Ну, конечно, меня, блин, конечно, в начале уровня, блин. Где же меня еще выкидывать? Если я не был уверен, что не пройду. Надо играть только в те игры, которые ты точно не пройдешь. Мне нравится эта логика. Так. Нееет. В смысле... Не, он же имел в виду другое, ну ладно. Не, ну опять же, а какой смысл, допустим, по 30 раз записывать прохождение игры, которую ты и так уже прошел? Ну, зачем? Так, может там другая комбинация для сейва есть? Так, а это шесть. Как переназначить клавиши? Клавиши на экране, а... Ммм. Не, ну он именно так написал, что... Не уверен, что не пройдешь. Ну, подразумевал же он то, что, ну, допустим, надо... Ну, я не знаю, я не буду переверывать. Ну вот, пускай научится немного яснее выражать свою мысль. А до тех пор я буду вот так все коверкать. Точнее, не коверкать, а именно так оно и звучит. Если буквально воспринять. Ну, кстати, многое, да. Ну ладно. Не, ну а если серьезно, если, допустим, типа игры только которые, там, знаешь, как проходить, то это будет довольно скучно и список игр получится очень маленький. А в конце концов, перепроходить одно и то же старье задолбает кого угодно. Хочется всегда что-то новое, блин, посмотреть. Сдохните уже, чтобы вас всех черти рвали. Так, морковку надо. Блин, он слишком какой-то уязвимый. Его чуть-чуть задевают, и он дохнет. У меня было, блин, сколько там, процентов 80, а от одного попадания снижается до, я не знаю, до 25. Тем можно, конечно, это пофиксить. Начав на легком уровне. Не очень хочется это делать. Ну, опять же, мы не знаем. Короче, это дебилизм. Если, да. Если загрузка тебя, если загрузка тебя выбрасывает в начало уровня, то она, получается, вообще не нужна, потому что она не выполняет свою функцию, ни хрена. Да. Потому что загружаешься, то есть, сохраняешься в определенном месте, а загружаешься, блин, в одной киншке. Ну, да. Тогда бы и делали, что сейфы, ну, в начале уровня бы спрашивали, типа, «Вы хотите сохраниться?» И все. А не то, что, как будто ты в любом месте можешь, но по факту нет. Впрочем, может быть, это баг. Да, может быть, на самом деле тут предполагалось, что сохраняйся где хочешь. Какого хрена их тут 2-я? Тут в начале один всего. Давай, давай, давай. Блин, я же допрыгивал за туда. Умри, мразь. Вот лишь, мудака. Ладно. Ну, во всяком случае, 4 удара это труп, это лучше, чем, допустим, 1 или 2 удара всего. Ну, да. Чего-то эта птица дает, я тоже не понял. Ну, видимо, что тут... Вот, кстати, на эти самые наручки сел и потерял всего, там, не знаю, 5% здоровья. Хотя бы совсем не сдох. Ну, да, вонючие самолеты сразу отнимают процентов 40. Ну, это же не честно. По крайней мере, учитывая, что их тут так много. И хотя бы морковок было побольше тут. Так, а чё это я? Ну, кстати, если ты любишь мучиться в играх и тебе нравятся красочные игры, то попробуй Стюарт Литл 2 на КБ. Зашибись, у меня заело кнопку вправо. А, ну, это, кстати, честно. Вот, тут Слава написал, что птица берет весь урон на себя. Да, разве? Так, а какой там загрузка еще раз? Так, загрузка в дозбоксе. Альт F9. Мне, нихрена не работает это. Конечно. Ну, я даже не знаю, что сказать, потому что я, как бы, не прокачана по этим игрушкам. Ну, может, у тебя какая-то версия, как бы? Ну, вот есть Флоппи, там, версия еще какая-то. Это Флоппи, да. Ладно, извините, ребята, я не специально. Кстати, заметь, медведям пофиг. Их вообще ничего не задевает. Я ненавижу эти ублюдские самолеты, блин. Уже хочется их куда-нибудь запихать. Тому, кто их всех создал. Капец. Ну и выражение. Не, ну я ж не уточнил куда. А у тебя есть какой-нибудь самолетик? Не, ну у меня есть, да. Надеюсь, не такой. Нет, слава богу, нет. Не наберешь в руку, а он тебя обжигает. Да, это было бы слишком жестоко. Не, какой-то он хилый все-таки. Для космического героя. Слушай, знаешь, что я заметила? Я посмотрела на анимацию, откуда этот куклы берет эти мячики. Да. Мне не понравилось. Я даже не успел глянуть, откуда. О, наконец. Хотя, возможно, из кармана фартука или что-то. Не знаю, но это страшно. Как будто она их из-под юбки. Так, тут, наверное, как-то можно пробить. Или она от себя что-то отрывает. Страшно, страшно. А, да, похоже, что действительно она уронно себе берет. Вот такая коробка, из которой торчит, ну, такой, типа, клоун, да? И голова вот этой черепахи, боже. Не, ну а толку с нее, блин, она все равно берет на себя один, вот, на какой-то фигне попался и все, ее нету. А она гораздо нужнее. Ну, тут есть, по-моему, и неуязвимость, я же брал что-то. А чего он? Почему все так фрустрирующе, блин? Что-то есткое отбрасывание. Так, ладно. Вот там есть что-нибудь хорошее, а? Как говорил Саша Кроп, если будешь злиться, то игра не пойдет. Это вернет. Ну, это я спрашивала, как бы, у тебя есть какие-нибудь суеверия насчет игр? Ну, вот он сказал. Ну, тогда все весьма печально. Ладно. Действительно, беру себя в руки. Вроде я неплохо подлечился. Только, боюсь, мне все равно придется то ублюдонское место прыгать. Идить с кучей самолетов этой дебильной куклой. Отлично. О! А, нет, смотри-ка. Какое-то новое что-то интересное. Здорово. О! Отлично. Так, все. Да, какой нашего братюни печальный взгляд окосевший. У Дональда был еще более печальный. Ну, да. Наверное. У Дональда был злой. Ну, это чаще всего. Примерно. Такие же чувствую. Испытывал, наверное, ко всему этому. Так. Как-нибудь бы улететь уже с этого уровня замечательного. А, спасибо. Наконец-то мое желание исполнилось. Ух. Слава Богу. Ну, ладно. Быть прошел. А то я уже думал, этого никогда не будет. Так. Сейв. Вот видите же. Сейв. 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 Я там парочку пробовал запускать, они вроде нормально шли. Ну вот и я говорю просто, эта игра изначально была на Досе, потом ее перенесли на ПК, потом опять на Досе. Блин, да не хочу я вверх прыгать, какого ж хрена. Я ж почти выбрался. И теперь меня точно прибьют эти уроды. Так, я кажется понял, слушай. Они примерно по той же логике действуют, что эти самые призраки из Марио. Они могут двигаться, только когда ты на них не смотришь. Ой, она меня точно прикончит. Или нет? Или нет? Или да. Но это уже другая была, так что ладно. Можно сказать не считается. Ну ни хрена себе с двух сторон. Да, кто-то очень сильно не любил самолеты. А может наоборот? Да, может слишком сильно их любил, не знаю. Тоже возможно. Что-то у меня одна жизнь, семь минут. Наверное на самом сложном уровне вообще-то остается там минуты две на все про все. И ноль жизни. Так, где мои гранаты? Может они мне помогут, я не знаю. Да елки-палки. Не, походу это все-таки не бомба. Походу это просто какая-то фигня, которая падает туда-сюда. Но не так так редко. Блин, где морковки-то все? Так, может быть тут? А, да. Отлично. Ух, полегчало. Кстати, по-моему в Джеймсе Понде втором тоже был уровень в стиле Лего, да? Или я что-то путаю? Точно во втором? Ну, может не во втором. Может не совсем Лего, но что-то похожее было, по-моему. Ну, скорее в третьем, потому что во втором совсем другая игра отличается. Ну... Они все, кстати, разные. Первая отличается, и вторая, и третья. Третьем, третьем, наверное. Ладно, попробую еще немного. Так, что там у нас? Я даже думаю, что Понд попроще от этого будет. Да, вполне возможно. Замечательно. Они либо в самый неожиданный момент оказываются под тобой, либо, блин, стреляют. Ну и как от них уклоняться прикажете? Да... Интересно, конты бесконечные, но ладно. Ес. Надеюсь, это вторая? Да, это вторая. Ладно, пока попробую пройти всё-таки куда-нибудь. Вот знаешь, когда я облуждала в 3-м ледниковом периоде, я так же думала, там просто есть вот этот уровень с пещерой, там либо падаешь, либо пробиваешь. Так, здорово, у меня кончились мои, я не знаю, яйца Фаберже или что это было. Это точно не гранаты, как я ранее думал. Слава пишет, на тонких можно вниз спрыгнуть. Так, вот тут явно как-то можно. Нет? Нельзя? Что, что, что? Мне казалось, тут можно как-то вниз залезть и взять морковку. Да, ладно. Слава пишет, что на тонких можно вниз спрыгнуть. Оно и слава. Ну это ж не тонко, это уже потолще. И чё это, блин? И как это? Я уж думал, что ты там застрял. Да, я не понял, почему он там прыгает без остановки. Хорошо, что я хард всё-таки не выбрал. А чё хард? Там, наверное, просто больше этих чуваков, которые на самолётах. Ну их и так, знаешь ли, немало тут. Ну всё. Ну я знаю, да. Прекрасно вижу то, что... Зажмут, блин, в пространстве одно мы из России приехали. Так, ну... И как тут спускаться? Не, ну конечно, я не знаю, чего ты хочешь от этой игры, но... Я тоже уже не знаю. Блин, ну это как-то... А, чёрт бы побрал эти пружины. Надо как-то успевать и следить за красными, чтобы они не сумели атаковать. И от зелёных отбиваться в одно и то же время. Это довольно трудно. Тут все атакуют. Да, но зелёные не двигаются, пока ты на них смотришь. Да, то есть красные, наоборот, я говорил. А-а-а, умрите. Типец. Ну если слит, не играй, чё-то всё мучает. Да ладно, смотри, успокоюсь. Ну или всё-таки Изи выбери, не знаю. Да, наверное, попробуем. Посмотрим, насколько всё изменится. Так, если я квит выберу, у меня в DOS нет? А там, прикинь, на Изи только один уровень. Угу. Так. Setup option. Change case. Так. Special control, ага. Ага. Так. Сделаем его на Z, например. А то неудобно, да? Да. А, ну да, кстати. Чтобы эти клавиши сочетались, это не очень. Да. Нежелательно, в общем. Ладно, попробуем ещё раз. А в смысле тут написано, курсор left, курсор right. Чё, зачем курсором-то? Не знаю, я думаю, тут какой-то другой курсор имеется в виду. Да. Мне уже не хватает этих крыс на следующих уровнях. Они намного милее грёбаных самолётов. Их даже немного жалко. Накаркаешь, появятся. Ну да. Тут, по-моему, времени побольше стало, нет? Ну да. Тут, по-моему, времени побольше стало, нет? Ну да. Хм. Ням-ням. Что ж такое-то будешь делать, а? Так. Так. Так, и тут. Мне задается неспроста тут эта дырка. Хотя не похоже, чтоб туда можно было залезть. Ой-ой-ой. Да, морковка, но она не сильно спасла положение. Боберё麻 beyond. Только туда. Т CN2-линей. Да, лит. Извините! Мне estaba versiond bуты. да суровая история получается кстати занятно что уже после второго он попадает в другую совершенно локацию в смысле обычно же там локации как бы на много-много уровней едутся, а тут хоп и уже первые два снежные после них идут короче странный мир лего, то есть мир игрушек наверное потому что там еще и куклы какие-то, эти гребаные самолеты а понятно кстати че вот это за это был баг или так и должно было быть? что именно? ну то как я сейчас прыгал сквозь стены непонятно и при этом его было видно то есть? не ну может не знаю вот когда его не было видно это была секретка явно а тут какая-то хрень ну да ну баг естественно вот я говорю интересно что он за мешки такие собирает он красные зеленые или это типа мешки серые или это мешки с подарками или что это? или какие-нибудь бомбы тоже но вряд ли не может я вообще глупая но я думала что это конфеты ну может и конфеты кстати трюфели типа не ну я не знаю да вот кстати клевая штука эта неуязвимость я правда не понял с какого перепуга он в прошлый раз начал прыгать из-за этого безостановочно но тем не менее да бедная птичка едва за ним поспевает о слушай она не то что берет урон из себя она еще и стреляет совместно с нами вот это птичка а блин короче она по моему примерно ту же функцию выполняет что из вроде в Жиг что-то подобное делал типа Едели да? ну да ну в Жиг он там давал нам неуязвимость и вообще убивал как бы противника хорошо было бы если бы мы что-то собирали и эту птицу вызывали как помощника а то как то не очень ну да так ну вот два первых уровня прошел достаточно быстро сейчас посмотрим как будет с третьим и четвертым на самом деле я сомневаюсь что даже на легком это будет просто пройти но посмотрим а не стрелял все таки ну он убивал врагов и что какая разница каким он образом их убивал ну да так кажется это последний слот мне кажется вот сама как бы спрайтовая фигура в Жиг и так маленькая чтобы ему еще какое-то оружие почти нереально ну да ну да ну да ну да Да вот. И чё это за упоротый змей, тоже интересный вопрос. Искуситель. Ааа, от слова «покусать»? Угу. Так, ой-ой-ой, всё, выдержал. Не, ну если б был другой подтекст, то тут бы 18 плюс стоял. Не, вообще это не змей, я же говорю, это такая игрушка, короче, это вместо головы, это черепаха. Чёртика с собакерки, а, ну да, это черепаха, он, по-моему, умножается вверх. Так. Не, ну, я, конечно, слышал, что зайцы там довольно-таки кричат впечатляюще, но вообще у меня начинает... От них ей визжать, на самом деле. Постепенно начинает складываться впечатление, что он обезьяна, не зависит. Хе-хе-хе-хе. Да, это правильно. Хе-хе-хе. Да, вот это они гениально сделали, чтобы вот в это место, да... А, нет, я могу попасть наверх нормальным путем, ладно. А то я думал только через низ, где эти чёртовые... Где эти чёртовые авторучки, где в итоге от неё не будет проку. хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, давай, детка, мочи их всех. Так. Тут никак, да? Ладно. Оооо, ооо, хорошо. Ого! Вот это... Какая большая платформа. Ой! Ааа. Так, ну и где мой аэроборт? Или зачем я сюда полез вообще? Ах уж эта трусливая птица, блин. Ааа, не получилось у тебя, чувак, в этот раз. За меня напасть. Так, это я куда вообще попал? Да блин. Так, можно ещё раз? Что-то, по-моему, я в прошлый раз сюда не попадал. В какое-то новое место. Ну то есть не то, чтобы новое. Не исследованное. Довольно интересно. Да, опять он танцует свой непонятный танец. Так, а чё это за монитор? О! В этот раз у меня наконец-то есть неуязвимость, да? Да. Отлично. Как же мне долго этого не хватало. Ты пару раз её пропускала, вот что обидно. Угу. Так, туда я не попаду. Где тут выход? А вот зелёные, красные, может ещё какого-то цвета будет? Кто эти самые мишки, ээээ, конфеты, ну короче, эти штуки, но они зелёные и красные. Нет, это чуваки. А? Самолёты? Ну, наверное, да. Посмотрим. А вот этот замечательный уровень. Ну хорошо, что до него быстро добрался. Хм. Прикольно. Сразу просто. Всё называется, с места и в карьер. Так. Да, всё-таки сюда бы гранатомёт из Квейка. Точнее, миномёт. Ну короче, вот эта хрень там, с которой он такими бомбами кидался. Ну всё. На, блин. Не всех перебил, так ещё и вот. Какая хрень со мной случилась. Ладно. Я ещё немного попробую тут попроходить. Если не получится, я другую игру включу. У тебя есть варианты? Много? Ну, по крайней, как минимум ещё две. О, хорошо. Да, это я зря. Ну ладно. Так, пока что пытаемся. Наверное, всё-таки на следующем континью нажму нет и посмотрим какой тут геймовер. А потом как-нибудь попробую поиграть. Потом как-нибудь попробую поиграть в обычного джаза Джек Рэббита. И поценить как бы насколько он отличается. А у тебя есть где-нибудь? Ну да, я его тоже скачал. Хотя, может и сегодня посмотрим. Так, ладно. Да блин, не хочу и вверх, дурацкая Пружина. Ну клёво, у меня неуязвимость кончилась. А Пружина говорит, да ты хочешь, ты только этого и хочешь, только ты этого не знаешь. Да. Опять весёлая Сэнди. Не знаю почему я её так назвал. Знаешь ты, заходишь там в какой-нибудь раздел МТС, а они тебя втюхивают в какую-нибудь невыгодную хрень. Угу. 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 Ах, если бы не эта кукла. Угу. 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 Да блин. Охренеть какое всё лёгкое, конечно. Ну ладно. Угу. Последняя, наверное, попытка. Блин, все-таки что-то они мне напоминают Эти штуки, которыми он стреляет Возможно, это правда яйца Фаберже А он своего рода пасхальный кролик Логичный, кстати Не, вот эти синие штуки, да Это похоже, короче, на капсулу из Доктор Марио О, можно имя ввести, так Эм, какого хрена Я нажимаю, короче говоря, вверх Он мне печатает букву H Нажимаю влево Он мне печатает букву K Нажимаю вниз Нормально Короче, ххккмп Вот так вот Занял место X Так, ладно, сейчас ненадолго Перейдем на заглушку Ты просто закашлялся, понимаешь? Угу Да, так, ладно, закроем Кажется, все время заставляет экран моргать Но что уж поделать Так, следующая игра Посмотрим, где она у меня Угу Так, вот, да Санта Санта X Mascaper, если точнее она называется Санта X Mascaper Так, нам тут, кажись, предлагают выбрать управление Ой, блин, а что ж ты так моргаешь? Что страшно Ладно, все норм, проморгался Так, MS-DOS Так Значит, вот, смотрите У нас тут что, выбор между клавиатурой и джойстиком И еще какая-то хрень Типа Что уж поделать. Да, довольно симпатичная картинка. Я ее уже недавно видел у кого-то. Сделана некими цепелиновыми играми в 93-м году. Надеюсь, что Цепелин Геймс это не то же самое, что Цепелин, который дирижабль. И все будет хорошо. Это Лед Цепелин. Да. Нам, короче, представляют персонажей на очень большой скорости. Желе какой-то, пингвин. Не знаю, что это за хрень, печенька там или что. И господи. Так. Счастливого Рождества называется, уровень первый. Или это не называется, а просто так написали. А, ну норм. Так, опять же стреляем на клавишу пробел. А на какую клавишу прыгать? А, ну наверх, да. Логично. Не поспоришь. Кстати, довольно грузно прыгает, но в принципе высоко. О, господи. Что за нафиг произошел с ним. Так, походу я сдох. Ладно. Надо быть осторожнее. Знаешь, тут про игру Ледникова период 3 пишут. Прикольная игруха, ребенок установил, играет целый день. Походу это как раз... Да, ребенок играет, наверное, в первый уровень, потому что игра, блин, не такая легкая. Походу это одна из тех как раз замечательных игр, где мы умираем от одного касания. А ты этого хотел или нет? Да нет, я хотел попросить что-нибудь. Вдруг в этой игре, исключительно в этой игре, пингвин полетит. Да, было бы прикольно. Мне никакого выбора не предоставили, на самом деле. Эй, ну что это? Ну как это? Зачем это? Почему я проваливаю сквозь крышу и падаю на ограду? Зовем Малышева, это норма. Да, он походу скользит по крыше, я кажется, понял, да. Эй, а что это за нафиг? 9 в эфире, а мне показывает, что... Даже меня не показывает, показывает, что смотрит только Хорус. Что с Гудгеймом? Сейчас посмотрим, что там с Гудгеймом. Так. Мне не нравится. У меня показывает трое в чате и шестеро в эфире. А в чате мне показывает Андрея, Виктринокса и Хорус. Знаешь, сколько они показывают, я не понимаю. Вы не залогинены, пишут Гудгейм. Ах. Ну. Ну ладно. Да. Охренительно просто. Я все-таки думаю, что... Ну хотя, может, это и глупая идея, но может быть... А, ну хорошо обновили. Может быть, все-таки стоит какой-то, знаешь, сделать сайт, чтобы там на нем был проигрыватель. Ну, точнее, нет, да, проигрыватель Гудгейма и при этом чаты Гудгейма и Твитча. Вот так как-то. Да. А вот ничего, если я сейчас скачаю ледниковый период, там, правда, 3 гигабайта, а потом тебе скину. Ну, попробуй. Ну, просто мелких совсем нет. Там есть, ну, так сказать, укороченные версии, да, ну, сжатые. Но там на английском переводить замучаешься. В общем, если, по крайней мере, в этом, в Holiday Hair... А, да, кстати, у меня чат не грузится теперь. А, нет, прогрузился, слава богу. Нет, вот я последний раз в чате писала, там, ну, темку одну скопировала и спросила, как вы к этому относитесь. Дальше ничего не вижу. Ну да, я тоже это последнее вижу в чате. Ну хорошо. И при этом у меня... А, ну, проигрыватель грузится. Короче, если в Holiday Hair хотя бы, там, не знаю, было тяжело играть, то в это играть вообще невозможно, поэтому следующий. Это ДОС, детка. Да, может и возможно, но это надо очень, очень большое терпение иметь. Ладно, закрываем пока. Так, и джетпак там. Сейчас глянем, что за джетпак. Крисмас спешл. Санта на джетпаке. Вроде звучит, в теории, по крайней мере, вполне неплохо. Так. Кстати, вроде там было написано, что эта игра распространялась бесплатно. Или я слово фри немного не так понял. Но обычно, когда фри по отношению к какому-нибудь софту, то это значит бесплатно. Так. Ну, или в открытом доступе, там, можно, типа, брать код, изменять, что такое. Так. Довольно симпатичная такая эта самая заставка. Посмотрим, какой будет сама игра. Старт. Старт. А, ну вот, на клавише, которые, соответственно, латиническая клавиатура, старт. Эдитор, это, я так понимаю, редактор уровней. Демо, инфо, хай, скорс, ббс, это я не знаю, что такое, инфо и квид. Это точно не что-то очень упортое? Не знаю. А, вот нам демку показывают. Вроде. Ох, это очень упоротая игра, заранее говорю. Да, видимо. Да, видимо. Так. Старт. Ну, видимо, кто-то очень сильно лод ранерли. Угу. Новичок Санта называется уровень. Какая-то вес он. Это какой-то чувак, который первый раз Сантой стал, да? Видимо, да. Так, ну и старт. Так, сейчас надо будет опять в управлении попытаться разобраться. Так. Альт. Контрол. А, ну зашибись. Контрол и альт у нас. Функциональные клавиши. Конечно, чему еще быть функциональным, как не им? Ой-ой-ой, какой-то робот меня почти поймал. Так. Ну ладно. Роб нас не одолеет. А, черт. Да. Электрошок хорошо помогает от уличных хулиганов, но, видимо, не очень хорошо от этих непонятных сфер. Хм. Возможно, это Санта-Клаус против Верзилы из Фантазма. Так что давайте заранее посочувствуем дедушке. С другой стороны, если у него правда есть взят-факт, то он явно не так прост. Опять же, хороший вопрос, зачем давать что-то кому-то, если это что-то не фурычит. В данном случае, этот вопрос касается оружия, которым он дерется. Если это оружие, конечно. Может быть, это просто какой-то, я не знаю, прикол. Типа, хей, бро, пожми мне руку. И такой бац, его электрошок. Знаешь, в этом духе можно поиграть в этот, ну, как у нас на Денте, на картриджах игра называлась, Тинни Тум 3. Ну, короче, там про Бакс Банни, где он там вроде морковь собирает. Угу. Ну, тут мы подарки собираем, как я понимаю, и монеты. Суть реально та же. Ну, там еще коты-сильвестры ходят там всякие. Ну, да. Так, в общем, сфера очень так ревностно оберегает свой сектор. Но будем надеяться, я все-таки успею. Ай, черт, 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 ай. И по новой, да, все? Да, все по новой, как раз, блин. Ну, хотя бы, давали бы хотя бы три попытки. Если не получится за три попытки, тогда уровень по новой. Это было бы как-то по-божески. А то... А, кстати, да, че я не лечу-то? Я только прыгаю. Такие игры, они прикольные. Но самый сложный, мне кажется, ну, конечно, многие будут ржать, но это как раз лодранер. Ну, лодранер, на самом деле, довольно сложный, да. Ну, просто он такой, это... Ну, сбалансированный достаточно. Угу. Поэтому. Мне вот нравилось в такую старую DOS-Windows-версию играть там. По-моему, еще тоже уровни свои можно было делать. Ну, да, на Дэнде то. О, мой гадабл, что это? Это какой-то портал. Какие-то недобрые миры. Да уж. Ладно, он закрылся. Хотя, не знаю, может быть, мне наоборот надо было туда полететь, может быть, бы там... А что ж не полетел-то? Да, может быть, меня бы, не знаю, телепортировали бы куда-нибудь там... Куда-нибудь в хорошую игру. Да. Именно. Я хотел сказать, что телепортировали бы в 92-й год или когда там SkyNet-то был. Чтобы было тебе отменить. Ой, ладно. Не, ну, прикольная вещь, но с другой стороны, все-таки такие игры, мне кажется, немного на любителя. То есть, не каждому придутся по вкусу, далеко не каждому. А, черт, оно меня... Да. Оно меня опять поймало. Ладно. Ну, многим не понять, это аркадная классика. Ну, да. Ну, это как бы не просто аркада, это... Возможно, есть что-то даже от головоломки в ней. Ну, ладно. Так, ну, я думаю, на джазу еще играем, который ход. Ну, аркады-то есть, как бы. Так. О, смотри-ка. Так, сейчас я покажу, сейчас прогрузится. Ох уж эти, блин, моргания экраны. Ну, ничего не поделаешь, так уж все устроено. В общем, смотри, тут даже выбор языка есть в коей веке. Правда, русского все равно не подогнали. Есть английский, немецкий, французский и испанский. Ну, английский-то хорошо. Ну, да. А, так, теперь звук выбираем. Нет звуковой карты. Gravis Ultrasound Pro Audio Spectrum. Спектрум. Да. Вот уж не ожидал его тут увидеть. Soundblaster, Soundblaster 16, Soundblaster Clone, Soundblaster Pro. Как думаешь, что стоит выбрать? Хотя, наверное, в принципе, не принципиально. Ну, то, что ближе к тебе. Да, но я-то не знаю, какой у меня тут Soundblaster. Ну, пусть будет Pro, я не знаю. Ну, пусть будет Pro, наверное, все-таки. Принять эти настройки. Так, графика. Или что это? Playback quality. Very high quality, ultra high, medium quality. Ну, ладно, пусть будет высокое качество. Я, конечно, немного опасаюсь, но я думаю, все-таки. Высокое качество по рамкам... Да. По меркам тех лет, это все-таки не так страшно, как по меркам сегодняшних. Так, и... А, ну, тут все по-старому, короче. Меняем оружие на Control, это самое, прыгаем на акт. Ну, ладно, я поменяю. Тут Z будет, а здесь будет... Ну, пусть будет X. Да. Да. Когда происходит крик... Да, блин. Ну, короче, все понятно. Когда все совсем хреново, обращайтесь к нему. Он не Бэтмен и не Супермен. Ну, блин, нафига он это напялил. Так. Я даже не знаю, вот, когда тебе скинуть этот ром. Нессовский. Вот, смотри, он там Супермена косплеит, Бэтмена и Чудо-женщина. Все сразу, что ли? Нет, по очереди. А-а-а. Особенно меня радует, как он Чудо-женщину изображает, да. Так. Изи, конечно, изи. Наученный горьким опытом, мы уже не будем рисковать. О, и тут все эпизоды доступны. Раз, два. Да, все шесть, походу. Отлично. Так, позырим, на что они похожи. Ну, замечательно. А, еще ничего не изменилось, короче. Старый добрый скринсейвер. И в Windows 95. И начинаем. Хотя, наверное, на World тоже были, на World, блин. На Досе тоже были скринсейверы. Ну, скорее всего, да. Такие попроще. Убить этого кролика написано на плакате. Ну, кстати, заметьте, в этот раз мы дискеты собираем зачем-то. Ну, видела там игры, запускать будем. Да. Опять же, большой привет Дюку Ньюкему. Так. А, блин, я пропустил морковку, ну ладно. А, вот в этот раз не пропустил. Ну, довольно симпатично. И звучит хорошо. И враги разнообразные. Вполне достойно выглядит. Что-то там про кроличью вонь. Что? А, кстати, черепахи похожи на одного из персонажей рыбки Фредди. Опять же, у них слишком добродушный вид для злодеев, хотя... Может быть, это нас таким образом и пытаются предупредить, что внешность обманчива. Блин, какой злой сайт попался предлагать в Барби на Денди играть. Блин, это какой-то мега-хит похоже, потому что ты же вроде говорил, что там еще какой-то предлагал. Не, а там просто предлагали игры про Барби, ну, про Барби, смысл. Там просто было такое сообщение, что я поиграю в любую игру про Барби, но не буду играть в Доту. Да, это тяжелая дилемма, что выбрать, Барби или Доту. А прикинь, такая девушка, которая в детстве играла в Барби, а теперь играет в Доту. Все, две любимые игры она вообще. Прокачанный скид. А прикинь, если она проходила эту Барби. Не, ну круто. Я сомневаюсь, что вообще ее кто-то может пройти, но если кто-то ее проходил, это круто, да. Блин, ну реально один в один, как там черепаха. Только там была черепаха с ластами, потому что морская, а тут сухопутная. Да блин. А рисовка почти одинаковая. Где и где? Ну, здесь и в рыбке Фредди. О, да. Ну, конкретно во второй части, по-моему. Не, мне все-таки кажется, что в немалой степени авторы вдохновлялись Соником. Как обычно. Да тебя только допил. Да нет, я просто раньше это не озвучивал. Не, ну просто очень многие ресурсы вообще пишут об этом. И даже какой-то есть фан-ресурс вот по Jazz Jack Rabbit, где реально написано, что там многое основано на Сонике. Ну, в принципе, понятно, он тогда был самый популярный, ну, одной из самых популярных тем. Многим ему подражали. Но, с другой стороны, эта игра и сама по себе вполне даже. Хороша. Да блин. Сюда не допрыгнуть, да? Ну, ладно. А теперь он мне начинает напоминать Криса Такера. Наверное, это не очень хорошо, а может и нет. Я помню, как Ленкара прикалывался над тем, что, типа, в 2090 году, или каком, ну, по версии Marvel Comics, типа, люди, видимо, отказались от флешек и снова начали все на дискет и записывать. А, кстати, знаешь, он, среди прочего, обозревал комикс, где, там, была команда приключенцев, в которую входил брутальный розовый заяц, да? И они спасали, короче, планету, галактику от захвата кибернетическими утками. Ну, господи. И это было очень тоже похоже. Тихий такой сюжетик. Да, прям, знаешь, вот, такой сок 90-х, я бы сказала, тогда это вообще бы оценили, переоценили, и черепашки не сыскали бы своего. Это, по-моему, в 90-х и делали, да. То есть, получается, это была очень популярная тема тогда. Причем там это еще и говорилось, что в будущем. Да. О, смотри, уровень с видом от первого, точнее, как это, ну, короче говоря, почти трехмерный уровень в двухмерной игре. Ну, знаешь, смотря ни на что, например, эти, короче, баг за бани вот 20-е и 30-е годы уже создали, так что они опередили всех. Да. Ключевой персонаж, на самом деле, опять же, тот же Микки Маус, он, по-моему, уже в 20... Короче, в 20-каком-то был. Очень напоминает этот самый бегательный уровень из Клинсона в Носнесс. Блин. Ну, еще в Сонике были бонусы такие. Ну, да. Еще Тазмания на Снесс. Ну, опять же, это та же самая функция воспроизведения графики. Не, ну, прикольный режим, че, мне нравится, я только за. На Тюб-Лектрик какой-то попали. О! Это черепахи стали маленькие очень. Неспроста. Ой, ааа, понятно. Что такое? Тут эти лазерные, короче, преграды, их надо разрушать, чтобы они не подожгли тебя. Ой, еще трубы, опять же, как в Сонике, или как в этом, как его, блин, Хэллоуин Хэрри. Точнее, Элиан Карнежи. Прикольно. Да, ням-ням. Кстати, тут более интересные уровни, чем, ну, в той... В рождественском, в этом, да? Ну, да. Более разнообразные, я бы сказал. Угу. Тут более такой экшен, конечно, на самом деле. Угу. Динамики больше. А там только, блин, геморрой. Да и музыка тут более такая запоминающаяся. Погоди, это то, что я думаю? Да, это похоже на SNES-овские геймпады, опять же. Хотя, может, они не для SNES, как бы, а для компа. Хотя, не знаю, компьютерные, по-моему, по-другому выглядели немного. У компьютерные вообще разные. Ну, да, ой. В 90-е, по-моему, самое популярное было, это именно вот этот вот такой бидерычага. В смысле, стик или что? Ну, да. Ну, это скорее 80-е, потом уже разные пошли. Каких только не было. Я просто помню, что вот именно в 90-е его там так новейшего рекламировали, опять же, по-моему, в этой самой передаче, которая 8, 16, 32. А, ну, если у нас, то да. Фиг его знает. Мои все друзья, как бы, разных лет, они такие, ооо, нам бы руль иметь, руль, там, приставку с рулем. Ну, да. Больше в этом смысле. Руль тоже популярная тема. Так, взял. А сейчас их столько продают, что, блин, выбирай, не хочу. Я не знаю, насколько это круто. Вот, на самом деле, круто. Вот, я играла на Сеговском автомате. Не помню уже, в какую по счету гонку, там их много было. Вот там прикольно, там врезаешься, вибропак, там реально педали, потом все эти рычаги, все, то есть, там все чувствуешь. Даже если ты врезаешься, там такой эффект, как будто тебя реально дернуло, и ты вылезаешь реально уставший от этой всей. Ох, ты же, блин, не допрыгнул немного. Да, реально, такой крутой техник играет. Если у тебя какой-то руль такой более-менее реалистичный, то вполне можно купить. Угу. Я вот не знаю насчет педалей, как бы есть руль и педали, да, продаются, ну, а вдруг сломается, там, одно без другого и, допустим, никак. Ну, да. Опять же, это не очень, как бы, дешево стоит. Тысячи полторы. Я вот все-таки не знаю, поспрашивай еще, что лучше взять, опять же, стик большой, да, или все-таки руль? Так, вроде гудгейм более-менее пришел в себя. А что с ним было, все норм сейчас. А, ну да, не, ну я, может быть, давно просто не смотрел сейчас. Просто он же немного там что-то странно как-то показывал. Ладно. Ладно. Есть. Блин, что это за глаза интересные, сверкающие в таких вспышках? Точнее, не сверкающие, а как это, но... Так, ты тут? Проститут. Ладно, не надо так. Просто все так резко, когда тишина, иногда скайп, значит, глючит. Поэтому приходится спрашивать. Ну, если звонок не оборвался, то я всегда тут. Ну, ладно. Так. Значит, выход где-то в другом месте. Какой хитрый путь. А, окей. Это все это время были враги. Опять же, те же самые призраки из Марио, только по-другому нарисованы. Ну, или самолеты красные из рождественской игры. Так, ладно, ждем. Ждем, ждем, ждем. Есть. Аккуратно. Блин, а тут как ее оборвать? Хотя, ладно. Да. Отлично. Так, сколько у меня жизни? Три. Отлично. Ой, блин. Это хорошо, что чекпоинт так близко от этого места. Ну что, Ань, как отметила Рождество? И как тебе эта игра? Так. Ага. Оно подкрадывается. Ой, черт. Оно с двух сторон подкрадывается теперь. Это очень нехорошо. Кстати, интересно, что это за фигня квадратная такая. которая под этими штуками висит, которые стреляют. Так. Нету другого оружия, да? Печально. А, ну хотя вот. Так. О! Отлично. Подлечились. Давайте, ребят, подходите смелее. Да. Еще было бы замечательно, если бы они с двух сторон сразу не нападали. Да, кролик действительно зеленый. Ну, полагаю, он инопланетный кролик. Поэтому ему можно таким быть. Так. Конечно, это ничего не даст, но все же. Да. Так, по-прежнему нету никакого альтернативного оружия. Просто не дают или что? Оружие, ну да. А, вон оно, вверху есть, я увидел. Туда еще надо как-то добраться. Эээ. Да. Вот так вот. Че, Ань, присоединишься к нам в конфе? Так. А, так-так-так-так-так-так-так. Так, ой-ой-ой-ой. Ой, куда меня понесут, блин. А, ладно. Тут они меня не достанут. А, ну да, как же не достанут они. КД, сука, и они со всех сторон. Ну, хорошо, хоть морковка есть. Мне кажется, Зеленый кролик это... Или это как раз слишком динамично для своего времени. Ну, не знаю, может быть. Помимо того, что он зеленый, он еще носит повязку Рэмбо и стреляет из авторучки. Ну, по крайней мере, внешне это выглядит точно как авторучка. Причем такая старомодная, с пером. А, кстати, знаешь, что там было написано на этих шоколадках? Это название, короче, той компании, которую разработала. Это Epic Mega Games. А, ну, ожидаемо. Не только же капком у себя увековечивать таким образом. Ну, ладно, мысленно тоже хорошо. Да, блин. Ладно, нормально. Так, отлично. Вот что меня радует, он достаточно высоко прыгает, то есть... Опять же, многим персонажам платформеров этого не хватает. Они иногда бывают очень тяжелые и грузные. Как будто я не знаю. Держат по... Килограмму камней в каждом кармане. Хотя у него нету карманов. Может быть, поэтому он не смог их туда положить. Ой-ой-ой. Да, вот это я не совсем правильно сделал, но ладно. О, опять мои любимые яйца Фаберже появились тут. Хотя нет. Просто, наверное, заводные игрушки. Потому что те штуки бы были более цветастыми. О! Попугайчик. Попугайчик, который тоже умеет немного ходить сквозь стены. Совсем чуть-чуть. Так. О! Отлично. Еще один уровень пройден. Медива теперь какое-то. Возможно, там средневековье до сих пор. Так, что-то попугай как-то флегматично... Так, подожди. Подожди. Что-то у меня нехорошее подозрение. То есть... Подожди, я... Что-что-что? Блин, этих черепах не надо было мочить, что ли? Они не вредят? Или это только пока попугай со мной? Если их не надо было мочить, тогда мне как-то не очень хорошо от того, что я это делал. Ладно. Будем стараться в черепашек теперь не попадать. А почему их что, надо было, наоборот, спасать, что ли? Да нет. Ну просто они же мне не вредят. А-а-а. Как бы я привык к тому, что обычно я... Тех, кто на меня нападает... Тут это получается как в этом... Как в серьезных суровых шутерах, что ли, есть обычные гражданские, которых нельзя трогать. Хотя вряд ли. В смысле... Тут что-то другое, но... Я хотел сказать, что они не везде есть. Да, хорошо так подвис, то есть повис в этом... Знаешь, вот я сейчас так почитала, вот этот вот... Со своей морковкой. Красный кролик, это его брат. А, ну почему бы и нет? Наверное, их родители тоже были таких цветов. Какая-то колешня там, снаружи. Да. Опять же... Так, ладно. Стараемся не попадать, значит, в маленьких черепашек, раз они не вредят... Аааааа... Гребаный меч, откуда он взялся? Стараемся не попадать в маленьких черепашек, раз они не вредят нам, но при этом все равно надо быть аккуратнее, смотреть, чтобы что-нибудь другое у нас не попало. Так, отлично. да походу медива это от слова медива наши любимые качающие сесть стороны в сторону гири вот замечательно теперь еще и а окей по ним надо было прыгать ладно забавно что в играх и фильмах лава всегда не особо вредная вещь то есть можно спокойно над ней ходить рядом с ней ходить и ничего тебе не будет но может быть чуть-чуть только лицо сажей покроется и то это не страшно а блин главное мне не упасть а еще эта игра приучает детей есть здоровую пищу потому что только от морковки да ему становится легче так ой 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 блин я опять черепашку попал как бедный заяц будет спать по ночам со сознанием этого блин на рефлексе я думаю наверное это как-то повлияет на концовку и на финальный счет сколько черепах мы нечаянно того так туда мы не полетим главный злодей черепаха мелких нельзя типу ну да ой 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 блин меня ранило это диколи вернее не ранили о так пока все вроде бы понятно ой 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 да она печальная отлично уже не столь печальная когда восстановил здоровье так опять эти мечи блин грёбаные так туда и не тут нет протиснулся даже у него уже есть аэроборт а у нас нету так тут мне показывают лететь вверх но там проход перегорожен так а тут тут я могу куда-нибудь нет руки так как структура дизайн уровне тут довольно таки запутанных ну да в том смысле что тут видишь сколько всяких проходов карта большая я не представляю сделали ли карту всего уровня на каком-либо сайте я думаю умельцы нашлись скорее всего они всегда находятся так что у нас здесь а вот выход с уровня отлично посмотрим я конечно сильно сомневаюсь что смогу всю игру запустить но думаю довольно далеко сможем продвинуться в общем по моему в каждом мире получается где-то по два уровня или меньше иногда как-то особо не прикольно нарисованы так ладно черепах мы маленьких не трогаем а этих больших легионеров мочим так я давненько в чат не смотрел а понятно там ничего нового и нету так а на твиче ну и на твиче разумеется тоже да ладно так ждем прыгаем еще раз прыгаем не ну на куд гейме последние от меня сообщение а так не знаю ну да другое дело ой если чат совсем не обновляется на самом сайте ну да довольно быстро он реагирует если ничего не делать даже пары секунд не прошло он сразу такой что ты делаешь спрашивает чем дело до примерно в такой манере мне понравилось как там этот граф джакула пошутил что говорит что до синьона там по моему какой-то его это ведущий что говорит это режиссер то есть нет он говорит что странно что еще режиссер сам не снялся в роли режиссера в этом фильме он это говорит сделал это говорит режиссер он снял там фильм а вот сап док ой блин опять я это сделал что говорит судя по названию это боепик баксабани с барбарой стрейзен здорово ребята меня опять повисла кнопка это не заклинила кнопку про а вот уже когда бандарчук снимает фильм в котором он снимает фильм и там играет еще режиссера вот это натуральный такой рецепшен так ладно ой ой так все держимся на гире так надо все таки стараться получать поменьше урона и знаешь вот я думаю короче если ты эту игру пройдешь у тебя будет такой скилл что ты уже батл тоц пройдешь первым может быть ой да немного не расчитал страшные места ну ладно где ну а где ты прыгнул тебя убило мечом где-то прыгнул там оступился там было ну да ну хоть шипы не убивают совсем ну да а тут в принципе ничего сразу не убивает как я понимаю все убивает где-то минимум с двух максимум с четырех попаданий ой 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 ну ты говоришь повлияет на концовку а тут что несколько концовок ну а вдруг ну это предположение это не то что тем не менее в сиквеле все равно опять черепаха блин главный владельник ну да ну это его так скажем постоянный главный враг походу переходясь из игры в игру опять же как там роботник для соника например хотя у соника как я понимаю были и другие враги в некоторых частях в некоторых частях о все прошел честно роботника не понять он вроде и не самый плохой человек вроде бы он и не стремится что такое плохое сделать но какой то он все таки больной ага то ворует каких-то молодых дамочек то еще что-то творит то каких-то роботов которые сами лагают сами себя убивают блин создает о я не понимаю там было написано приближается стражник видимо это босс да и музыка такая забойный рок стал играть что это за покемон да да а вот он собственно это по моему тот самый черепах которого мы сносили со всех этих самых плакатов давай 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 ееее правда довольно ну наверно это потому что легкий ур хотя не а да мы его победили отлично ух это было довольно быстро я хочу кайс кота феликса ну да так джаз джекбит что то там ник он только начал не торопись джесс давайте не будем заставлять ее ждать эм я наверно прошел что ли первый эпизод или что ну ладно посмотрим да по всей видимости я прошел кстати заметь здесь написано сиди хотя на сайте было написано что это флобби версия то есть блин кому верить ну игре видим ну да так ну че поглядим на второй эпизод да второй по моему следующий идет баллистический кролик кроличья месть кроличья месть или месть кроликов точнее генетическая машина погоня началась финальная схватка не из этого мира черепаховый суп дикий кролик да походу как бы шреддер только мечтала отведать черепахового супа а нам это удалось ну правда из других совсем черепах кстати забавно что одни и те же животные в одних историях оказываются злодеями а в других там положительными персонажами и при этом как бы ну каких нибудь достаточно редких животных редко вспоминают так так как про того же тасманского дьявола всего один по моему есть сериал и мультик соответственно ну то есть их про него много но вот именно что именно посвященный этому зверю а про зайцев про прочих больше с другой стороны потому что они чаще встречаются людям и чаще как бы приходят на ум так на этот раз у меня довольно мелкие враги и в них трудно попасть так хотя раньше это вроде бы не было проблемой а игры тебе про таза нравится? ну хотя бы на сне ну вроде прикольные достаточно да я например очень долго хотела и не могла достать таз покидает марс ну так переведу ну а ты играл в ту игру которая escape from mars мммммммммм не уверен вроде бы да теперь эти хренови на меня притягивают ой еще вот есть мультфильм прикольный робот и мне интересно игра по ним есть ну вроде была даже где-то ну что-то вроде подобное слышал да я думаю ты знаешь о чем я там еще такая тетушка огромная да я что-то припоминаю а главный герой это такой бирюзового цвета робот он там типа человеком вроде хотел стать или что-то такое да или я с чем-то путаю он хотел стать изобретателем аааа так опять мелкие черепашки появились опять же там история приводит к тому что у него был хумир ну передача про которого якобы загнулась на самом деле там стала править его жена этого героя в общем он всех спас ее наказал эту страшную старуху героя спас а они вроде бы объединились и здорово даже не знаю может продолжение есть но вот такого явного я не видела продолжения тут еще кстати этих мелких роботов стало трудновато замечать на таком сером фоне в некоторых местах поэтому иногда даже думаю что меня ранило оказывается это они да а ну вот прошел в принципе уровни не то чтобы длинные но достаточно запутанные ну ну хорошо найти бы ее на диске да еще наверное уровень или парочку пройду и закончим сегодня так так да блин да забавные эти конечно штуки которые его притягивают и вот так подбрасывают примерно что-то подобное было в лоск викингс но здесь это менее раздражает ну ты же любишь лоск викинг не я люблю я говорю что мне не нравились эти штуки именно с другой стороны это тоже важный элемент игры ладно пожалуй я все таки закончу все таки уже довольно долго прям идет тем более что иначе они совсем раннее время в общем это был стрим на канале николай вар доктора люк вейдера с вами были николай вар доктор люк вейдер мария бланш я стримил игры джаз джекрэббит холидей хэр джаз джекрэббит просто первый санта крисмас кейбер и этот как его джетпак крисмас спешил в общем ставьте лайки подписывайтесь на канал вступайте в группу приходите на следующие стримы играйте только в хорошие игры всем доброго и до новых встреч и с рождеством вас пока пока